Девушки отдыхают И все для них Концерт ко дню 8 марта прошел во дворце культуры Невче Надо сказать, что женщина основа всех основ Посвятила любимому делу жизнь Педагог Анна Балашова рассказывает о том, почему выбрала именно музыку Я не знаю, я не могу не восхищаться музыкой Я жить без музыки не могу Им посвящали стихи, их красоту воспевали музыканты 54-я встреча в арт-гостиной посвящена прекрасной половине человечества Дарить людям радость, ну прежде всего нашим женщинам Чтобы они отдохнули в этот день, чтобы насладились музыкой хорошей Завтра 8 марта Международный женский день впервые отметили в 1911 году Сразу в нескольких европейских странах Тогда женщины хотели добиться равенства в правах с мужчинами Но 8 марта давно уже утратил свое политическое значение Сегодня мы отмечаем его как первый весенний праздник И как повод признаться в любви И отдать дань уважения прекрасной половине человечества На праздничном концерте во Дворце культуры Невче Посвященном 8 марта побывала и наша съемочная группа Душевные мелодии, заводные танцы, прекрасная музыка и море благодарственных слов Все это в честь милых дам Женщина-нефтяник, работник сельского хозяйства, врач, педагог, полицейский, спортсменка В нашей жизни сегодня нет такой профессии, которая была бы не под силу женщине Надо сказать, что женщина – основа всех основ Это было всегда, будет и было И женщины нашего района вносят большой вклад в самоэкономическое развитие города и нашего района В честь праздника прекрасная половина Нефтеграда принимает не только цветы, подарки и комплименты Ее отмечают благодарственными письмами и почетными дипломами Глава района Айрат Хайрунин вручил благодарственное письмо директору музыкального колледжа Гузель Еремеевой А также участникам республиканского конкурса «Женщина года, мужчина года, женский взгляд» В этот вечер со сцены звучали поздравления и признания в любви от артистов Мужчины дарили женщинам песни на разных языках Дамы, в свою очередь, позабыв о предпраздничных хлопотах, наслаждались приятными моментами В современном мире женщины не только хранительницы очага Они наравне с мужчинами летают в космос, занимают посты в правительстве, успешно ведут бизнес и даже возглавляют государство Но все же мужчины хотели бы видеть женщин слабыми, милыми и беззащитными Сегодня женщины, они все более и более мужские, традиционно мужские сферы начинают занимать Это и водят машину, начинают играть в бильярд и многое другое Я все-таки хотел бы пожелать, чтобы женщины оставались милыми, женственными, красивыми Женщина – красота, это любовь, это продление жизни, это жизнь на земле Я, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всю прекрасную половину человечества, нашего города и района С этим замечательным праздником, с праздником весны и любви, добра Для счастья женщине нужно не так уж и много Чтобы рядом был любимый человек и защитник Чтобы были здоровыми дети и как можно дольше жили родители Чтобы радовала работа и оставались верными друзья И тогда женщина будет свести и творить чудеса И никакие скачущие кони и горящие избы ее не испугают Наиля Аль-Айюбе, Алсуга Таулина, Илька Махмедзянов, Альмитевск ТВ Международному женскому дню был посвященный конкурс декоративно-прикладного творчества «Весенняя фантазия», который прошел в молодежном центре Воспитанники подростковых клубов Альмитевска подготовили интересные экспозиции и читали стихи Каждый клуб постарался оформить свою выставку как можно ярче и с большой долей фантазии Инициатором проведения конкурса является подростковый клуб «Темп» В этом году, что интересно, мы вели новшество Выставки принимают участие не только дети, но и педагоги Они тоже решили показать свое мастерство и творчество Альмитевцы встречают Масленицу Сегодня первый день Масленичной недели – встреча Этот древний праздник пришел к нам из языческой культуры Где обозначал проводы зимы и приход теплой весны Он сохранился и после принятия христианства Церковь включила Масленицу в число своих праздников Называв его сырной или мясопустной неделей Так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту По традиции в этот день пекли блины, ходили друг к другу в гости На ярмарках устраивались игры и театральные представления В то же время церковь напоминает, что цель этой недели – подготовка к посту Примирение с ближними, прощение обид Неделя завершится прощенным воскресеньем, после которого у православных начинается 40-дневный Великий пост Просто так мы иногда не можем пойти к людям, с которыми мы либо давно не общались Либо у нас есть какие-то разногласия А вот Масленичная неделя – это когда мы, помня о том, что у нас ближайшее воскресенье – это прощенное воскресенье Мы, придя к ним домой, потому что традиция такая Съев блин, угостившись, а еще и прощение попросим 50 лет назад в Альмитиске вспыхнула яркая звезда Молодая певица с красивым чарующим голосом Сразу же привлекла к себе огромное внимание творческой элиты города Свой 75-летний юбилей отмечает заслуженный работник культуры Республики Татарстан Педагог по вокалу Анна Балашова В 7 лет она впервые увидела фильм «Молодой Каруза» Ее потряс голос певца Марио Дель Монако, исполнявшего партии из опер С тех пор музыка не покидала ее ни на минуту И стал для нее всем – источником вдохновения и смыслом жизни Я не знаю, я не представляю жизнь без музыки Я не представляю другую работу, потому что я так свою работу люблю Музыка для меня все Во-первых, когда я училась, я с таким удовольствием к урокам относилась И когда я слушала, например, Моцарта и говорила Я не слышала лучшего композитора А мне говорят, Аня, дальше еще интереснее будет Я говорю, быть не может, оказывается, действительно Вот мир музыки, я не знаю, я не могу не восхищаться музыкой Я жить без музыки не могу Анна Петровна – выпускница Казанского музыкального колледжа имени Ауходеева Высококвалифицированный педагог-вокалист, иллюстратор Стаж ее работы в Альметьевском музыкальном колледже составляет уже полувека Это более 150 благодарных выпускников Многие из них достигли высоких результатов в своем деле Среди ее учеников – народная артистка Республики Татарстан Галина Казанцева Солистки оперного театра Татьяна Сорокина и Гузель Галеева Артисты оперного театра Петрозаводска Ильвина Муллина, Чингис Кадыров Солистка Ижевского оперного театра Ксения Долотова Анна Петровна верна своему делу и продолжает растить высококлассных и востребованных певцов Анну Петровну я знаю вот как раз, когда я пришла на первый курс на отделение вокала Мои родители ее уже знали Ну, она такая боевая женщина, очень такая энергичная И у нее есть чему поучиться Она любит свою работу, любит свою профессию И, наверное, благодаря этому у нее очень сильные ученики и сильный класс Героиня нашего сюжета приехала в Альметьевск и начала работать в музыкальном училище в 70-х годах Она сразу же влилась в музыкальную жизнь города Более 15 лет Анна Балашова была единственным педагогом по вокалу в Альметьевском музыкальном училище Ей приходилось не только преподавать, но и очень много выступать Пела со всеми оркестрами, которые были на тот момент Она очень разная Ну, во-первых, она появилась у нас давным-давно Приехала молодая, красивая и с очень шикарным просто голосом Она вынуждена была петь произведения и заметься сопраны, и сопрановые И это была просто очень яркая звезда, которая вспыхнула в Альметьевске В 1996 году Анне Балашовой было присвоено звание заслуженного работника культуры Республики Татарстан В 2009 году она была награждена нагрудным знаком за достижения в области культуры Республики Татарстан Много почетных грамот и благодарственных писем на ее счету Она уважаема и востребована в кругу коллег, студентов И все они уверены, творческая энергия никогда не покинет ее И Анна Петровна еще многому научит, передаст свои знания о музыке, о пении не одному поколению студентов Я каждый год заканчиваю, думаю, я, наверное, в этом году уже все, хватит, уже все А сентябрь приходит, и я опять направляюсь сюда В Альметьевской картиной галереи прошла традиционная арт-гостиная, приуроченная к празднику 8 марта Как обычно, гостиная собрала множество гостей Главным двигателем творческого вдохновения для артистов в этот вечер стала любовь к прекрасной половине человечества Альметьевская картинная галерея вновь распахнула свои двери для ценителей живой музыки Тематикой вечера стал приближающийся праздник, Международный женский день, 8 марта Сегодня выступали преподаватели и студенты Альметьевского музыкального колледжа Звучали песни из кинофильмов, классические произведения, татарские народные песни и их обработка И вся эта красота для милых женщин Арт-гостиная родилась в декабре 2010 года И вот сегодня уже 54-я встреча в этой прекрасной картиной галереи Которая дала нам возможность собрать зрителей, пригласить зрителей Дала возможность выступать нашим музыкантам, потому что здесь есть инструмент, пианино и здесь прекрасная акустика Для молодых исполнителей участие в концертах арт-гостиной это прежде всего огромная возможность Которая помогает развитию сценической уверенности Именно здесь на импровизированной сцене картиной галереи проходят первые публичные выступления студентов музыкального колледжа Айгуль Сарипова одна из дебютанток Вообще я сегодня проснулась с замечательным настроением И потому что сегодня надо выступать Еще в колледже я сегодня сдала зачет по своей специальности на пятерке Так что настроение вообще супер И я с большим желанием здесь сегодня Ну пришла сюда выступить с большим желанием Чтобы зрителю понравилось, чтобы зритель остался довольным Любимых мам, девушек, женщин поздравили и представители сильной половины человечества Ребята подарили солнечные весенние композиции слушателям И зарядили всех мощной волной молодой энергии Я пришел сюда с хорошим настроением С ощущением того, что дарить людям радость Ну прежде всего нашим женщинам Чтобы они отдохнули в этот день Чтобы насладились музыкой хорошей Чтобы получили хорошее настроение, хорошие эмоции У проекта арт-гостиная есть постоянные слушатели Одна из них Аниса Мухудинова Она поделилась, что чаще всего посещает вечера музыки со своей внучкой Олесей Но сегодня девочка не смогла прийти Олеся занимается скрипкой и собирается поступать в музыкальный колледж Мне всегда радует молодежь Вот они сейчас, как сказать Они не стесняются, как мы Я тоже в свое время на баяне играла Но сейчас вот только проверяю, как Олеся играет И если нота где-то ошибется, она я уже замечаю Организаторы вечера подготовили приятные сюрпризы для всех присутствующих Зрителям и выступающим подарили цветы из шаров А представителям средств массовой информации Открытки с поздравлениями от имени проекта арт-гостиная Салон красоты и здоровья Игуана приглашает жителей и гостей Альмитиска Посетить оздоравливающие и косметические процедуры Тайский массаж поможет избавиться от целлюлита, остеохондроза, боли в пояснице и ногах Медовый массаж выводит соли, токсины, оказывает благоприятное воздействие на организм Мини-сауна в кедровой бочке позволит сбросить лишний вес, насытить кожу кислородом, получить общее омоложение организма Также Игуана предлагает услуги косметолога, процедуры миникюра и педикюра Нанесение, исправление и удаление тату С клиентами работают мастера с большим опытом работы Если хотите почувствовать себя бодрым и здоровым, усовершенствовать внешний вид Поспешите в салон красоты и здоровья Игуана Это все, о чем мы успели вам рассказать Смотрите наши новости и передачи на официальном сайте телекомпании Вступайте в нашу группу ВКонтакте и участвуйте в конкурсах и розыгрышах Я же с вами прощаюсь, до новых встреч в эфире Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok